Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, в эти дни мы празднуем особое событие, пятилетие подписания акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Пять лет тому назад совершилось событие, которое в полной мере мы осознаем лишь с течением времени. И каждый год погружающий нас в жизнь единой, святой соборной апостольской церкви, как братьев, сестер, неразделенных никакими ни внешними, ни внутренними обстоятельствами дает нам в первую очередь духовное понимание свершившегося. Но это событие, будучи несомненно действием промысла Божия, осуществлялось, подготавливалось людьми. И совершенно особую роль в этом играли два предстоятеля. Патриарх Московский Евсея Руси Алексей II и Преосвященный Владыка Митрополит Лавр, первый иерарх Русской Зарубежной Церкви. Совершенно очевидно, что те, кто стоят на посту предстоятеля, питаются токами церковной жизни, впитывают в себя мысли, пожелания, чаяния, радости и скорби епископата, духовенства и паства своей. Совершенно очевидно и то, что в Церкви, основанной самим Христом Спасителем, управляемой соборно, особое значение имеет голос каждого, кто выражает правду Божию. И этот голос многократно усиливается, когда он звучит на соборах. И тем не менее, окончательное слово во многом принадлежит тем, кто предстоит Господу на посту предстоятеля Церкви. Именно так было и в случае с объединением нашей Церкви. Очень многие люди трудились для этого объединения. привносили свои способности, знания, умения, силу духа, силу веры. Но все это было положено как бы к ногам предстоятелей. И последнее слово было за ними. И они сказали это слово, подписав акт о каноническом общении. Поэтому именно с их именами мы и связываем объединение Русской Православной Церкви, завершившей, как верим, тяжелейшее разделение на теле нашего народа. И празднует пятилетие с того самого дня, что открыл новую перспективу жизни нашей Церкви в единстве, в полноте мы вспоминаем и имена почивших первоиерархов Святейшего Патриарха Алексея II и Преосвященного Владыку Митрополита Лавра. И сегодня, предгробницей Святейшего Патриарха Алексея, давайте помолимся о наших почивших предстоятелях, чтобы Господь принял души их в небесное свое царство и сотворил вечную молитвенную о них память в сердцах наших. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok